аминь аминь вы все можете присесть подойдите мы чуть поменяем вещи и сегодня давид пойдет первый а я буду делать порцию после его я очень рад иметь давида рубина здесь с вами кто из вас никогда не слышал о давиде рубине вы будете очень рады мы знали уже друг друга больше двадцати лет и каждый раз когда мы в иерусалиме мы всегда идем в щилу и и через пару недель мы будем туда идти и мы увидим его там и с красными этими хэферами он как бы его и служение которые для детей у которых есть разные травмы и и мы всегда поддерживали эту организацию кто из вас знает что у них была травма последнем году мы любим давида рубина мы любим идти в щилу и давайте примем его хорошо израиль и америка соединенные штаты проходили через некоторые интересные времена я бы даже сказал что эти последние недели были одни из самых важных в истории израиля и я бы также сказал что эти были вот также некоторые самых важных последних пару лет в истории соединенных штатов и вы можете спросить почему я это говорю есть три причины и вы можете спросить что есть эти факторы которые которые делают историю израиля и америку израилю что история как бы определяется в эти дни что есть эти факторы я могу вам сказать легкий ответ который есть если я был камалай если я был камалай если я был камалай я бы сказал что нет ни одной вещи которая приходит к уму но я это не буду делать я вам хочу дать настоящий ответ это не только израиль и соединенные штаты это весь свободный мир первый фактор есть это переворот в в лидеров америки и лидеров израиля третий фактор это есть бог авраама исаака и якобы эти три фактора они все вместе как бы связаны и мы будем это брать шаг за шагом и я объясню вам как они все вместе связаны первым мы будем говорить о перемене в лидеров из израиля я знаю что бенджамин метняху он все равно как бы президент израиля но сама перемена в лидерстве израиля как как метняху начал менять лидерство в израиле и мы про это поговорим чуть позже но я хочу первым дать чуть-чуть как бы контекста я не буду говорить о очень старой истории очень старой истории израиля про 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 иисуса навина и про царя давида царя соломона скинию или сети я не буду идти назад к всему этому но я пойду назад в 1967 году это было 19 лет после того как израиль был поставлен страной и все страны арабские которые были в округе израиля они говорили что они истреблят израиль и в конце этой войны которая совершилась всего лишь шесть дней израиль захватил идею это регион который в южная и южной стороне от израиля западный израиль также был захвачен это было место где авраам почти не дал жертву своего сына исаака израиль израиль как бы взяли все эти места места это все прошло в шесть дней и в седьмой день они отдыхали никакая страна не выиграет войну в шесть дней и из захвачивать все эти места а исторические к своей истории 1993 году из израильское государство под давлением от клинтона администрации они они согласились осло как бы мирные как бы мирное соглашение но это мирное соглашение дала этим палестинским на городам которые есть арабы в земле израильской они назвали себя на палестине они назвали себя палестинами потому что им нужно было сделать это как бы ложное как бы взять эту землю и они начали эту эту войну террористическую против израиля конце 2001 года я ехал назад в вирусалим с моим трехлетним сыном который сидел сзади в машине а я ехал и от иерусалима в щилу и пока где-то по дороге пули начали ударять мою машину они стреляли нам террористы стреляли на моем стреляли в мою машину и потом пуля одна попала в мою ногу я повернулся к моему сыну мой сын я спросил если он если он ударил если он был ранен и он просто был в шоке он он выглядел как будто он хотел кричать но звук не выходил я пробовал начать машину но машина не могла завести машина была мертва с моей ноги шла кровь я не знал что я мог сделать чтобы убежать от террористов в тот момент когда я уже начал чуть-чуть иметь как бы отчаяние машина началась и я просто наступил на 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 газ и просто 110 мало в час я выехал оттуда я заехал в город один один из работников возле заправки он снял мою футболку завязал мою рану попробовал остановить кровь которая шла с моей ноги и потом приехала они взяли мою машину взяли моего сына и когда они начали смотреть моего сына они сказали что что его тоже стрельнули его стрельнули в голову и пуля прошла сбоку возле его головы и аммм как бы треснула его его череп и нас взяли в госпиталь делали операции на нас ту ночь это было первое из пару операций для каждого из нас меня и моего сына есть это продолжалось пару недель но я когда смотрю назад я просто полон благодати к к всевышлему не только за то что он спас нашу жизнь но как он спас нашу жизнь террорист стрелял с правой стороны пуля промазала мою правую ногу и попала мою левую ногу которая разрешила мне ехать так что если пуля ударила другую ногу я не смог бы ехать пуля которая ударила моего сына она промазала часть его мозга по одному миллиметру и механик который имел моему которому я дал машину чтобы исправить и он говорит у меня есть все запчасти я бри я даже не думал о машине он он говорит здесь 49 пуль в машине и я просто хочу спросить тебя вопрос почему мы не можем начать эту машину и когда он это сказал меня просто я знал что у меня был чуть шок потому что я знал что я ехал сто десять майлов в час оттуда во я ехал это это просто личное признание я был я веровал в бога Исаака Авраама Якова многие лет много лет в тот день у меня были некоторые как бы светские как бы неверие но когда после этой истории у меня была полная вера после того я знал что я был я был как бы взят на эту миссию которым я видел что есть какое-то у бога есть какое-то как бы зрение для моей жизни и и заняло чуть времени для того времени как я понял что есть бога как бы миссия для меня я и мой сын он иногда ночами просто кричал и две недели после этого я сижу как бы в угле моего в living room и он играется с машинками своими и он как бы там есть как бы куклы которые его сестрички оставили и он как бы что-то играет и он берет одну из этих кукол и он смотрит моё и он говорит и он говорит это есть оба это есть отец и он говорит у его есть дырка в ноге и и у меня и у меня была дырка в ноге даже после того как они сделали операцию и он говорит и он говорит это маленькая бабочка с другой куклой он говорит это маленькая бабочка ее пуля ударила в голову и я и я говорю что просто просто я начал плакать и это был первый раз после этой атаки террористической что он он сказал что-то что он не просто кричал он сказал что-то это я подумал себе это это как я могу как бы помочь моему сыну я я понял что надо какую-то терапию я также понял в тот момент что это та миссия которую бог поставил в мои руки это когда я решил что поставить это шиллу израильских детей фунт и это его миссия этого есть чтобы помогать детям у которых есть это ПТСД и как бы и мы используем разные формы терапии чтобы помогать этим детям и мы делаем это до сегодняшнего дня так что это есть первый фактор о я вам не рассказал о 2005 году в 2005 году в Газе было все всегда как бы давление от США чтобы Израилю как бы передать землю к врагам Израиля я не знаю если это всегда было как бы преднамеренно или не преднамеренно но они всегда хотели чтобы Израиль отдавал свою землю к своим врагам к своим врагам и это когда тысячу из евреев должны были уйти из Газы они построили эти прекрасные дома там и их заставили уйти это была ошибка из одного из предыдущих премьер-министр и он просто попал под давление США и в то время это был Джордж Буш и это это не только истребило прекрасные как бы эти земли которые Израиль израильтяне которые евреи работали и Хамас зашел в эти местах откуда эти евреи ушли и они просто можно сказать истребили эти места и они захватили Газу и Хамас Хамас и исламический джихад так вот есть как бы чуть-чуть история до октября 7 когда 1200 из израильских просто убили просто гражданин израиля убили детей сожгли и сотнями взяли сотнях взяли заложников в Газу и где то половина из них все равно там в Газе а может быть они живые может быть они мертвые и это Израиль воевает воюет воюет против Хамаса против террористов с того дня они воюют с террористами и Хизбулла террористическая организация и другие террористические организации ХУТИ также с Йемена они 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 стреляли ракеты на нас в Израиле с Лебанона Иран также запускал ракеты на нас и мы запускали эти ракеты назад но мы не сделали ничего как бы важного сравнить с тем что мы должны были сделать это потому что администрация Байдена держала Израиля назад и они они очень громко говорят что Израиль есть имеет это право себя защищать Израиль имеет это право защищать они это повторяют день за днем ну вот так с нашими руками руками завязанными за нашей спиной мы имеем это право защищать себя и я просто надеюсь что вещи будут лучше под администрацией Трампа и это приносит нас к второму факторе я знаю чуть-чуть об этом факторе потому что я написал эту книгу Трамп и евреи я написал эту книгу Трамп и евреи которую вы можете взять на DavidRubinIsrael.com вы можете получить эту книгу или вы можете просто выйти на Амазон напечатать Трамп и евреи на Амазоне и там также вы найдете эту книгу так что о Трампе и его как бы соединение к израильскому народу важно понять что есть Трамп Трамп когда он был президентом он переставил переставил как бы эмбасси это посольство он из Телавива переставил в Иерусалим и это был большой знак чтобы показать что Израиль принадлежит Иерусалим принадлежит народу израильскому и Трамп он как бы эмм он он сделал это и также Трамп перестал посылать посылать деньги к УНРА которые есть как бы которые есть объединенных наций которые получают биллионы долларов для Палестины мы можем их назвать палестинскими людьми просто это я не верю это Это слово, но эти палестинские беженцы, 30 тысяч арабов убежали, когда Израиль воевал эту войну для своей свободы. 30 тысяч. Унра дает деньги к миллионам беженцам. Эти беженцы, они не беженцы, они пра-пра-пред, это значит, что кого родители, любой человек, который предки, были, как бы, были их, как бы, предки были под какой-то войной, значит, что их дети должны получать войну. И Трамп остановил это. И что Трамп делает сейчас? Есть много, что Трамп делает сейчас в Израиле в это время. Заодно Мы имеем эту перемену в государстве Мы также имеем эту перемену в государстве в Израиле Няху, он хочет быть, он хотел, как бы, соединить как бы, левую сторону, чтобы тоже было с ними в этой войне. И они просто... Не было дня, когда... И, как бы, эта война идет И министр обороны, он, как бы, постоянно работал против Няху. И он также работал с Байденом, с его администрацией, чтобы, как бы, ослабить Израиль. И Няху, преминистер, он хотел идти более на атаку против террористов. Но пару недель назад, как бы, была перемена. Может быть, он вспомнил, когда Иисус Навин сказал, не бояться, и не бояться, но быть сильным. И он... Он принес кого-то другого. И это перемена в Няху, чтобы идти, чтобы идти более в атаку. И мы знаем, что самая лучшая защита есть атака. И это только может быть хорошо для Израиля. И который скоро будет в Белом доме. Который говорил, что... Что Израиль должен ударить иранские места, как бы, техния нефть. Но Байден, наоборот, делал все, чтобы делать, как бы, чтобы... Не помогать Израилю. И если мы не ударим эти места в Иране, тогда Иран будет продолжать, как бы, их поддержку всех террористических организаций и пробовать убить президента. Два раза пробовали убить Трампа. И кто знает, еще сколько раз попробуют убить, если Ирана не остановят. Так что это две важных, как бы, два фактора. И они вместе сходятся. Мы видели долгое время, что... И в Израиле есть... И если Бог даст, то администрация Трампа и Нетаньяхуа смогут вместе работать. И... То, что, конечно, Бог стоит с своим народом. Он стоит с Израилем. Но очень часто он бросает, как бы, какие-то проблемы в нашу дорогу. Я говорю, как вы ответите на эти проблемы? И эти проблемы, конечно, могут быть на личном уровне, но в Израиле это на национальном уровне, когда Бог испытывает народ. И просто как... Как у Авраама был отец Тарах, и Тарах мы знаем, он... Но также написано, что он... Он брал своих детей, и он... Он не дошел в землю израильскую. Но написано, что он остановился в месте Харан, и он там поселился. Потому что почему Авраам дошел в эту землю, а его отец не дошел? Но все доходит до того, как бы... У Трампа было много, как бы, трудностей в его пути, когда он стал президентом. Но он перешел все эти обстоятельства, и он стал президентом опять. И мы все имели обстоятельства. Но мы все перешли эти обстоятельства, и мы теперь двигаемся вперед. Израиль пробует истребить террористов, и Трамп пробует делать все, что он делает с стороны Соединенных Штатов. Авраам, он был... Он знал, что он будет успешен, потому что Бог был за ним. И он просто слушал, что Бог ему говорил, и все остальное есть история. И мы все, как бы... Мы все под влиянием от этого. Трамп получил 32% от американских, еврейских... Но он получил 75% от евреев, которые ортодоксальные, которые верят в Слово Божье. Так что у меня есть некоторые слова к американским евреям, которые отсоединены от... Что мы есть Божий народ. И Бог не выбрал нас для какой-то привилегии, но Он дал нам... Он дал нам ответственность. И... И как бы... И это есть, как бы, это кровь, как бы, цивилизации здесь, в Америке, есть эта вера в Христа, которая была, когда первые люди пришли в Америку и построили ее на этих принципах веры в Бога. Сказав это, как может... Как Америка будет иметь влияние от Израиля? Если вы посмотрите на Трампа администрацию, экономика хорошо, как бы, шла во время Трампа. И я думаю, что это благословение. Если мы смотрим на администрацию Байдена, то экономика была ужасная. И это просто маленькие примеры, которые... Есть благословение, когда народ стоит с Израилем, когда президент стоит с Израилем. И как стоять с Израилем на уровне государства, стоять с... с Израилем, это значит давать поддержку Израилю. Это просто значит помогать средствам. И Израиль никогда не просил солдатов из Соединенных Штатов, но Израиль просит... Израиль просит помощь, как бы, через оружие, чтобы Америка послала это оружие, чтобы Израиль защищал себя. И если мы не будем делать нашу работу там, то, как бы, вся западная цивилизация под... под атакой. И... под атакой Излама. И нету лучшего способа стоять с Израилем, чем стоять с детьми Израиля. И это, что... Шиллоу... есть... это организация, которую я начал с Шиллоу, это... чтобы стоять с детьми Израиля. И все, что мы делаем там, мы делаем для детей, которые имеют эту травму, эту травму. и очень много этого в последнем году. Мы эту миссию уже ведем 20 лет. Я вас просто оставляю с двумя веб-сайтами davidrubin.israel.com где вы можете получить эту книгу «Трамп и евреи» и другие книги, которые у меня есть, также там. И также israel.deti.org israelchildren.org и у нас есть брошюрки, и вы можете с нами... есть видео где-то 5 минут. Я хочу, чтобы вы там встретитесь с моей старшей дочью, Витал. и... и она вам расскажет о ее истории, когда она выросла с этими террористическими народами вокруг. Пусть Бог вас благословит, и пусть Бог благословит Израиль и США. мои братья смотрели телевизор, и я видел просто кровь, и все это. И я просто... я видела это видео, и я знала, что мы... мои родители, мой отец возвращался с Израиля, из Иерусалима, и я поняла, что... что это был мой отец и мой младший брат, которые были в этой атаке. И это ненормально, чтобы ребенок видел... дитя видела своего отца в такой ситуации. Отец обычно как бы должен быть крепкий. это просто была большая перемена в моей жизни. Я просто чувствовал, как будто у меня не было... не было никакой... как бы стабильности. и мой отец и младший брат, они возвратились домой. И да, мой младший брат иногда проснулся ночью и кричал, и пробовал успокоить его. И все было... и было много просто операций, которые они проходили. 4 года. И шло хорошо. Но я не знал, что у меня было много травм. Одну ночь мой отец и мама, они... они вышли куда-то ночью. поехали. И я им позвонила, и они не... они не подняли мой телефон, и я просто начал плакать. Я разбудил мою сестру, и я начал плакать просто потому, что я просто думал, что они уже умерли. Я думал, что террористы опять напали и убили их. Днем я была с друзьями. Я им не говорила, что происходило, но ночью. когда было темно и мне было просто страшно. Я думал, просто террористы просто выпрыгнут из дерева и убьют меня. Я начал терапию. Это была музыкальная терапия. мы писали песни вместе. И я записывал эти песни и писала. И это очень мне помогало. терапию. Я очень счастлива, что у меня была эта терапия. И для детей, которые не имеют эту возможность иметь терапию. мое имя, мое имя Дэвид Рубин. 20 лет. Шило, Израиль. И мы видим, что когда одного ребенка он ранен, когда у ребенка есть травма, то вся семья имеет эту травму. и мы сделали эту терапию для всей семьи. И все разные у нас есть эти терапии. после октября седьмого, когда была эта война, многие из Израиля понимают, что Израиль есть в войне для своего для своего выживания. И когда все равно в такой ситуации мы должны защищать самых нежных, это есть дети. И после начала этой войны была великая нужда для нашей помощи их детям. все можете присесть. Вам понравился Дэвид Рубин? Мы еще раз надеемся, он к нам придет. Лех-леха! Это будет наша порция торы сегодня. Тора Давайте чуть-чуть поговорим про прошлой неделе. Что была наша порция торы на прошлой неделе. И мы говорили о Ное, о башне, которую строили. И я хотел некоторые вещи с вами поговорить. Бытие 11.4 я хотел представить. И здесь они хотят построить эту башню бавилонскую. И они говорят, сказали они построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Так что башня вавилонская, их цель была построить имя для себя. что посмотрите здесь на экран. Если вы помните прошлой неделе, здесь мы имели Немрат, Авраам, Терра, которые служили другим богам. И Авраам имел брата, которого имя было Нехор. и Нехор, он женится на сестре Лота. Но семейство Авраама идет, время называется Терра. Это когда он был здесь, что Бог ему сказал, оставь дом отца своего и перейди в обетованную землю. И если вы помните, говорится, что все все и говорят, что это местность, где эта башня бобилонская была построена. Они хотят построить для себя имя. Но сразу после этой истории приходит история Авраама. И Авраам он строит имя для своего брата. Его брат умирает и он женится на жене брата своего, чтобы построить имя брата своего, и также, чтобы построить Божье имя. И когда он приходит в обетованную землю, он строит этот жертвенник для имя Божьего. Бытие 12.1.3 «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, и земли, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». И здесь Авраам не беспокоится, чтобы сделать свое имя великим, но Бог говорит, «Я произведу от тебя великий народ, и благослови тебя, и возвеличу имя твое». То есть он знает, что многие здания и улицы строятся, и их называют от имени людей, но наша цель должна быть, я не хочу построить имя для себя, я хочу строить для имени Божьего. Когда мне было 19 лет, я начал смотреть бизнес, и меня якобы работал, я понял, что я должен делать, чтобы мой босс хорошо выглядел. Каждый раз, когда мой босс, когда он получал какое-то повышение, то я тоже получал это повышение. И просто натурально так работает. И вот есть стих, который неправильно переведен, который я и Генгиги мы правильно будем переводить в нашем переводе. Написано «Я благословлю благословляющих тебя и злословляющих тебя прокляну». в еврейте используются два разных слова. Почему мы используем одно английское слово? Написано, что Бог проклянит всех, кто ненавидит тебя, тех, кто подумает о вас как ничего. Помните, Белом хотел проклянуть Израиля. Оно намного глубже, чем это. Оно даже говорит о тех, кто думает, что у тебя нету ценностей. Так что в других словах кто из вас когда-то хотел иметь личное общение с человеком, но вы в какой-то толпе и вам должно дойти где-то в личное место, чтобы с этим человеком иметь это общение. кто знает, что у нас много полюции звука и всего и иногда мы должны просто отойти вместо чтобы слышать Слово Божьей. Кто из вас был в Израиле и кто из вас придет там, что вы поймете, что там просто другое атмосфера. Так что мы находим в бытие 12.4.5 и пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. И сколько лет было Аврааму, когда он пошел? 75 лет. И многие люди не понимают, что это было на Пасху. Я могу доказать, это было на Пасху, когда Авраам зашел в обитованную землю. И многие люди не видят это. Взял Авраам с собой Юсару, жену свою, Лота, брата своего и все имения, которые он приобрел и всех людей, которых они имели в Харане. Это не значит рабов, это значит души, которые он как бы перевел их веру в Бога. Более 2000 лет назад говорят, что есть три вещи. если вы будете учить кого-то, то это три главных вещи. Номер один, они должны осмотрительно в своих журнаниях изучать Священное Писание. 2 Тимофея 2 Тимофея написано «Старайтесь представить себя Богу достойным, деятими неукоризненными, верно преподающим слово истины». Вторая вещь, не только изучать Тору, но также должны были нагодить как бы воспитывать учеников. Я не знаю, первый, второй класс, десятый класс университет. Евреи были первыми, которые начали как бы это образование. Это 2 Тимофея 2.2. И что слышали от меня про многих свидетелях, то передавая верным людям, которые будут были бы способны и других учить. Так что одна из моих целей, чтобы быть духовным прадедушкой, я хочу учить вас, чтобы вы учили других и чтобы те, кто вы учили, учили других и чтобы были как бы духовные, как бы духовные это наследние. и третье было как бы сохранять заповеди. Сделайте ограду для Торы, защитите заповеди, обучая ученикам избегать как бы поведения, ведущие к греху. я часто говорю, что в Брит-Хад-Аша нету ничего нового, но они просто объясняют, что Тора есть. Это просто как бы объяснение. к евреям 11-8-9 верою Авраам повиновался, что он сделал? Он повиновался, потому что повинование это как бы через веру делается, это не только Диане. Написано, и не знал, куда он и шел, верою обитал он на землю обитованную, как на чужой и жил в шатрах с Исааком и Яковом. Одна вещь про то, что он жил в шатрах, это временно. Ему Бог обещал землю, но он живет в шатрах. Евреям 11-17-18 верою Авраам, будучи искушаем. Бог не если вы построили стул и вы хотите знать, если этот стул сильный, то вы даете этот стул вашему соседу, чтобы он проверил, да? Нет, я шучу, но Бог хочет увидеть, если это работа, которая он на нас работала, если он хочет проверить, если мы будем верны ему. принес жертву Исаак и имея обетование принес Едеронова, о котором было сказано в Исааке наречется тебе семя. Подумайте об этом. Авраам верит в Бога, вера в Бога, и Бог говорит, я дам тебе сына, и все поколения против него будут цари, и много наследия будет, и он верил в Богу, что это будет. И когда Бог ему говорит, убей своего сына, испытание было, веришь ли ты в воскресение из мертвых. Авраам знал, что Бог не обманывает, но это звучит сумасшедше, что ты хочешь, чтобы я убил сына своего, но если ты говоришь мне убить моего сына, то ты его и воскрешишь из мертвых. Я думаю, что это, что Авраам думал. В еврите слово это испытывать, так что этот тест есть также часть этого слова есть и как бы и чудо. И иногда мы не должны чувствовать побежденными, когда мы переходим в какое-то тяжелое время, потому что мы знаем, что Бог делает какое-то чудо. от Иоанна 8.39.40 И сказали ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Вы бы делали дела Авраам вы. Нет ничего неправильного с делами. каждое дерево приносит или хороший плод, или плохой плод, и наши дела есть наш плод. Но он говорит, вы хотите убить меня, теперь ищите убить меня. Авраам этого не делал. От Мфея 5.14 Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажигли свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсветчике и светит всему дому. И потом написано пусть ваш свет светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего. И это есть ключ. Если мы делаем хорошие дела, чтобы прославлять себя, то это без никакого значения. Мы должны делать наши хорошие дела, чтобы прославить его. Я хочу вас что-то спросить. Кто из вас кушает? Я думаю все. Некоторые из вас очень голодные. Почему вы едите? Потому что вы голодные? А зачем вы нуждаетесь в этом еде? Чтобы выжить? Но зачем вам выжить? множество нас мы прославимся и думаем о, мне надо пойти на работу, надо покушать. Но это неправильно. Когда я прославлюсь, это что мне Бог показывает. я должен говорить я иду работать для тебя. даже нет разницы что ты делаешь. Если ты фармер или если ты работаешь для любой компании Amazon, без разницы, вы должны понять, что вы строите царство Божье через тот образ, как вы делаете вашу работу. Потому что вы не делаете это для себя, вы делаете это чтобы прославить его. Так что что-либо вы не делали, вы должны это делать как для Господа. Я кушаю, чтобы славить Бога, я прославляю, чтобы славить Бога, я иду на работу, чтобы славить Бога, и это меняет перспективу. Что ангелы едят? Кто знает, что ангелы едят? Ману. Написано, что дети израильские ели еду ангелов, ангелов, и почему они едят? Чтобы прославлять Бога. То, что мы должны менять наш перспективу, что я не здесь, чтобы слушать себе, и это очень радикально, может, но мы должны это понять. Матфея 7, 22. Вот большая разница между работой. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, и не в твое имени бесов изгоняли, и твоими ли именами многие чудеса творили, и он скажет, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот разница. Делаете ли вы работу, которую вы хотите для него делать, или работу, которую он хочет, чтобы вы для него делали? Они говорят, я делаю это в твое имя, я делаю это в твое имя, и они как бы бросают эти имена. Кто из вас знает президента Трумпа? Кто из вас лично знает президента Трампа? Это две разных вещи. Мы должны иметь личное отношение с Богом. Бытие 12, 6, 7. И пришел Авраам по земле сеть до места сихема, до Дубравы моря, которое также значит учитель. В этой земле тогда жили Агнанеи, и явился Господь Авраам и сказал, потомство твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Так, что есть разница между Элохим и Господь? Они обои переводятся как Бог. В Бытие 1.1 всегда говорится Элохим, и это Бог как владелец. Но когда человек был создан, и Бог знал, как хрупкий есть человек, написано Господь Бог, потому что Господь значит милостивый, потому что милостивый Бог состоит человека, потому что Бог знает, что человек не может существовать, если Бог будет как бы воздавать все честно. Абрахам явился к нему как Богом. Они никогда не знали меня как Господа, они только знали меня как Алшеда. Как мы это ответим? Я могу знать, что мой отец был полицейским или что-то, но он никогда меня не спас. Я знал, что мой отец делал таксы, но я никогда не испытывал, потому что он никогда не делал мои таксы. Потому что когда написано, что Авраам Исаак Ияков не знали Господа, это не значит, что они не знали Господу. Это значит, Элохим тот, который дает обещания, а Господь тот, который совершает эти обещания. И Авраам, Исаак, Ияков, они были всегда путешественниками. Так что я надеюсь, если я могу это передать. Элохим, он репрезентирует тот, который дает обещания. А Господь тот, который делает, чтобы это обещание произошло. Так что Бог обещал эту землю, но они никогда не получили эту землю. Это не было аж до Моисея, когда они получили эту землю. И Господь Бог теперь тот, который физически дал эту землю их наследию. Давайте чуть продолжим. Я хочу вам что-то показать. Видите эту карту? Есть две горы. Гора Благословения и Гора Проклятий. И тут снизу между долиной есть Набилиус и здесь похоронили Иосифа и на другой стороне есть Элан-Море и Элан-Море это где Авраам построил жертву для Бога. Я вам еще одну карту хочу показать. Вот море Галилейское. Тут есть Моунт Морай Гора Марай Видите где Гора Марай и сверху есть Дан Дэн и Дэн это на самой границе Лебанона и Сирии. Вы помните Геробома он не хотел чтобы все шли в Иерусалим чтобы они для праздника то что он построил в Дане как бы этот жертвник чтобы там принятили эту жертву и он это сделал чтобы люди не ходили в Иерусалим сотнями мель и чтобы они просто оставались там есть что-то особенное о Дане и я вам чуть позже об этом расскажу сколько лет было Аврааму когда он зашел в обетованную землю 75 и было что было недостаток еды и Авраам повернулся к своей жене и он говорит я знаю что ты красива и что египтян не увидят тебя и не скажут что я ты моя жена и они убьют меня ну подумайте об этом Авраам он говорит Сара ты красивая но представьте это ей 65 лет она 10 лет младше за него потому что Аврааму 75 ей 65 бытие 13 18 и двинул Авраам шатер и пошел и поселился в Дубавре Маре что в Хевроне и создал там жертвенник Господу и Мамри это есть человек Мамри есть человек так что у Дубавры Мамри и Мамри с какой нацией этот человек личность Мамри он амритянин он брат из школы и брат Аниру и они союзниками Авраама так что амритяне были хорошими людьми в то время но посмотрите что бытие 14 14 происходит Авраам услышав что сродник его взят в плен вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей Дадана так что он преследовал их Дадана это очень великая дистанция и посмотрите что происходит и разделился на них ночью сам и рабы его и поразил их и преследовал их доховы что поливит стороны Дамаска и возвратил все имущество и лота сродника своего и если вы помните царь Содомский это не хороший человек и этот царь Содомский вышел ему навстречу Далининшавы и это есть это оригинальные камни через которые Авраам перешел когда он перешел эту через эти врата когда мы идем в это место потому что сейчас война происходит невозможно сейчас туда пройти из-за войны Бытие 14 18 и Мелкизедек царь Салимский и где это Тесалим это Иерусалим вынес хлеб и вино он был священник Бога Всевышнего что Мелкизедек значит царь праведности это что его имя значит Псалтирь 76 2 и было в Салиме жилище его и пребывание его на Сионе так что что было имя Иерусалима когда Давид взял этот город что этот город называли его назвали Джебус так что место было названо Сейлом потом кто знает сколько еще имен потом Джебус называли это место и потом наконец-то царь Давид называл этот город Иерусалим и вы знаете откуда он взял это имя это экзамен откуда он взял это имя Иерусалим царь Давид вот где оно есть когда Авраам чуть ли не принес Исаака в жертву и слово Иерей он назвал Бога как бы Давид не знал как бы Давид не знал он он не знал если отдать как бы честь Мелкизадеку или Аврааму так что он соединил два этих слова и называл Иерусалим он это как бы соединение двух имен пути 14-20 день и сказал царь Содомский Аврааму отдай мне людей и имение возьми себе что он сказал я хочу иметь он говорит дайте мне дай мне людей всех которых Авраам завоевал в 23 стуху что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего чтобы ты не сказал я обогатил Авраама так что что происходит в бытие 15 кто кто из вас может почитать сколько здесь звезд в тет 15-4-8 и было слово господа к нему и сказано не будет он твоим наследником но тот кто произойдет из чресла твоих будет твоим наследником и вы его вон и сказал посмотри на небо сочетай звезды он говорит Аврааму что это будет твое потомство как звезды и потом написано Авраам поверил господу и он внемнил ему это в праведность и можете вы поверить ему веру что ему уже столько лет и он верит что его будет такое наследие большое скажи это очень великая вера и посмотрите что бог говорит Авраам и сказал я господь который вывел тебя из ура халдейского чтобы дать тебе землю сию и он сказал господи почему мне узнать что я буду владеть ею что у его есть эта вера что у его будет такое потомство но его даже нет веры что эта земля будет его и это говорит нам что он точно как мы он имеет эти проблемы своей верой когда зашло солнце и наступила тьма вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между россияними животными и тут бог посмотри потомство твоему даю я землю сию от реки египетской до великой реки реки ефрата и потом пти 16 день но сара жена врама не рождала ему у нее было сужанка египтянка имени агарь и агарь и имя значит как бы как бы странник или и потом бытие что значит 6 нет авраам был 86 лет когда аварь агарь родила аврааму исмаила то что если аврааму 86 саре 76 уже прошло 11 лет после этого обещания и потом еще 13 лет проходит и потом в бытие 17 1 4 когда аврааму уже было 99 лет и господь явился аврааму и сказал я бог всемогущий ходи предо мною и будь непорочен и поставлю завет мой между мною и тобой и пал авраам на лице свое и бог продолжал говорить с ним и сказал ему я вот завет мой с тобою и ты будешь отцом множества народов и авраам говорит мне уже 100 лет можем ли мы начать это мое потомство и и в том бытие 17 5 8 и не будешь ты больше называться авраамом но будет тебе имя авраам ибо я сделаю тебя отцом множества народов и весьма весьма расположу тебя и произведу от тебя народ и цари произойдут от тебя и поставлю за метвой между мною и тобою и между потомками твоими и после тебя в роды их и потому что я буду богом твоим и потомкам твоим после тебя и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю по которой ты странствуешь всю землю ханананскую во владение вечное и буду им богом в следующем стихе потом он говорит и сказал бога браму ты же соблюди завет мой ты и потомки твои после тебя в роды их сей есть завет мой который вы должны соблюдать между мною и между вами и между потомками твоими после тебя и да будет у вас обрезание весь мужеский пол обрезание и потом восьми дней от рождения да будет обрезан у вас и тут просто все эти заповеди которые бог ему дал и непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое и и вот что просто очень великолепно пути 17 15 17 и сказал бога браму сару жену твою не называй сарою но добудет ее имя сара и как их имена поменялись он добавил хей к обои их именам он дал одно это звук хей аврааме другой звук хей он дал авраам и саре и смотрите теперь и он говорит я благословлю ее и дам тебе от нее сына благословлю ее и произведу от нее народы и цари народов произойдут от нее и пал авраам на лицо свое и рассмеялся и сказал сам по себе неужели от столетнего будет сын и сара 90-летняя неужели родит и что делает сара сара внутренно рассмеялась сказав не ли когда я состарилась иметь утешение и господин мой стар так что обои ихняя реакция есть этот смех вот как писать слово смех и знаете что смешно куф это 100 сада это 90 так что так что само имя исака есть смех они просто добавили это ю многие люди это не знают об исаке его имя смех между 100 и 90 и только бог может делать что-то такое на следующей неделе мы будем иметь Данила Бенгиги здесь я буду в Алабаме но я очень очень рад что он будет здесь вы просто полюбите что он будет говорить он будет говорить о Содоме Гаморе и он говорит что это его любимая порция Торы так что давайте встанем закончим молитвой наш царь наш бог мы благодарны тебе что мы можем сойти вместе и прославлять тебя изучать твое слово мы хотим с усердием изучать твою Тору мы не хотим просто мы хотим как бы изучать это глубоко мы хотим просто глубоко изучать твое слово и мы молимся за всех которые здесь сегодня мы так благодарны за всех кто нас смотрят вокруг всего мира вокруг США которые хотят сеять в твоем служении служить тебе мы так благодарны тебе что ты не только хочешь голосовить нас но ты хочешь поставить твое имя на нас и как это есть великолепно и как ты сказал маврит Аминь увидимся в следующей неделе твое 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 Субтитры создавал DimaTorzok